здравствуйте дорогие товарищи разрешите представиться галков виктор иванович кандидат экономических наук преподаватель красного университета ноги наверное знает о таком учебном заведении ректор университета рабочих корреспондентов мы здесь на очаковской проводим по четвергам занятия и так о чем сегодня пойдет речь о чем пойдет разговор это о форме производства при социализме непосредственно общественном социалистическом производстве вопрос понимания характера производства при социализме это ключевой или один из ключевых вопросов и в теории на практике почему но потому что речь идет об экономических отношениях экономические отношения это базисные отношения а базис как знаем определяет настройку и так далее из другой стороны то что произошло в сссср сейчас уже вот мы уже по протяжении некоторое время не прекрасно понимаем что понимание социализма как некой разновидности товарного производства было одним из фактором привезшим гибели самого социализма наша задача сегодня рассмотреть этот вопрос в теоретической плоскости то есть мы начнем с того как понимали и раскрывали форму производства при социализме классики марксизма ленинизма затем рассмотрим вопрос практической плоскости как шло строительство и развитие социалистического производства какие противоречия при этом сопутствовали ли внутренне присущие были развитию социалистического производства и что произошло в ссср то есть повторяю произошло то что привело капитализм к возврату капиталистическому производству вот такая задача итак начнем мы начнем с капитала маркса вот и обращаю внимание капитал маркс как известно это основное произведение марксизма где дано изложение развития развертывания всей системы категории законов капиталистического способа производства вот если вы внимательно читали то должны были обратить внимание еще в первом томе капитала карл маркс рассматривая позицию и теорию роберта оуэна одного из социалистов утопистов высказал такую мысль что он рассматривает непосредственно обобществленный труд то есть форму производства диаметрально противоположную товар но насколько мы понимаем марс никогда ничего случайно не говорил так это вот с потолка взял что-то бухнул все это выверено все это следует из логика развития капиталистического способа производства вот если мы рассмотрим позицию ленина продолжателя дела маркс венгельса по этому вопросу то и в начале своей деятельности и в конце ленин однозначно говорил ну если такое классическое выражение что касается социализма то он состоит в уничтожении товарного производства но давайте попытаемся сказать понять логику и маркса и ленгельса и ленина то есть капиталистический способ производства а социализм или коммунизм точнее это способ производства который противоположен диаметрально противоположен капитализм а как вот капитализм соотносится с товарным производством задаю аудитории очень простой вопрос что такое капиталистическое производство не кроме труда а именно совершенно правильно рабочая сила очень правильно значит есть понятие марксистская строгое научное понятие капиталистического производства это товарное производство на той стадии или той ступени его развития когда товаром становится рабочая сила вот и все и в этом понятии мы видим неразрывную связь между товарным производством и капиталистическим производством то есть это не такое дело что у тех товарное производство как некоторые представляют здесь вот с категориями стоимость закон стоимости деньги и так далее а здесь где-то капитализм мы захотели мы взяли эти категории а захотели выкинули это неразрывная связь вот это первая мысль и второе но если социалистическое производство является скажем противоположностью диаметральной противоположностью капитализма то соответственно форма производства форма производства экономические отношения при социализме также диаметрально противоположные товарно-капиталистическим но давайте пока мы на этом остановимся запомним мы к этому будем возвращаться постоянно к этому тезису к этому положению поэтому несколько расшифруем несколько более подробно рассмотрим скажем так составные элементы некоторые важнейшие понятия товарного производства соответственно непосредственно общественного я узкать когда обдумывал план своего выступления и искать возможной дискуссии вот решил сегодня применить следующий метод вот тезис о прямой противоположности непосредственно общественного производства будущем коммунистическом обществе товарного товарно-капиталистического вот и будем в этом плане рассматриваем и так товарное производство. На чем он основывается? На товаре. На товаре, а за товаром стоит стоимость. То есть основной экономический закон товарного производства это закон стоимости. То есть вот здесь у нас всплывает, появляется прославленная категория стоимости. А стоимость это затраты абстрактного труда, воплощенные в товаре. Соответственно, может быть форма производства, которая является диаметрально противоположной товарной, основывается на законе стоимости или на стоимости? Очевидно, нет. А что является противоположностью стоимости? Есть такое понятие, потребительная стоимость. Потребительная стоимость. Соответственно, если мы поглубже опустимся, если стоимость это затраты труда, то противоположной характеристикой что является? Затратам труда. Сокращение. Совершенно верно. Точнее сказать, экономия труда. Соответственно, мы можем предположить и сделать вывод, в соответствии с логикой Марса и Ленина, что социалистическое, непосредственно общественное производство, базируется или фундамент, основывается на потребительной стоимости, есть такая категория, такое понятие. Если глубже, то на экономии труда. Это первое. Второе. Какая цель капиталистического производства? Я думаю, это все вы можете сформулировать. Прибыль. Можно так сказать? Цель капиталистического, определяющей целью и мотивом и движущим мотивом капиталистического производства является получение прибавочной стоимости или прибыли. Ну, а различие между прибавочной стоимостью и прибыли только то, что прибыль – это превращенная форма прибавочной стоимости, выступающая как порождение на поверхности экономических явлений, как порождение всего анонсированного капитала. То есть можно сказать, что целью является получение прибыли, это будет правильно, но точнее получение прибавочной стоимости. И вот давайте посмотрим, а чем отличается прибавочная стоимость от стоимости? Прибавочная стоимость – это этап самодвижения, саморазвития, стоимость. Это часть стоимости. Слово «прибавочная» – часть стоимости. Поэтому в своей сути прибавочная стоимость – это что такое? Неоплачное призвание труда работы. Совершенно правильно. А еще, короче, как иногда среди молодежи говорят, это часть затрат труда. Это тоже затраты. Затраты. То есть стоимость – это затраты труда. Абстрактно, общественно, необходимые затраты труда на производство товара. А прибавочная стоимость, если это часть стоимости, это тоже затраты труда. Поэтому, если кто-то думает, пытаясь эту идею внедрить, к сожалению, внедрили, что прибыль – это вот прибыль. Что такое прибавочное? От слова «прибывать». То на самом деле это тоже затраты труда. Но для кого? И вот здесь, можно сказать, совершенно правильно сказать, ваша мысль тоже двигается вместе с моей. Речь идет об эксплуатации труда. То для кого прибыль является действительно прибылью? Для класса капиталистов. А кто создает эту самую прибыль? Наемный рабочий. Значит, для наемных рабочих прибыль является затратами труда. Поэтому, возвращаясь, значит, если целью капиталистического производства является увеличение этой самой прибыли, прибавочной стоимости, то стремление капиталистов увеличить вот эту самую прибавочную стоимость к чему ведет? К увеличению затрат труда у наемных рабочих. То есть, для наемных рабочих прибыль – это никакая не прибыль, а это затраты их прибавочного труда. Вот еще одно важнейшее положение. Соответственно, какая цель производства социалистического при социализме? Ну, наверное, я думаю, многие здесь знают. Это было зафиксировано в первой программе РСДРП, во второй программе РТП, Б. Целью социалистического производства. Ну, опять-таки, встанем на эту позицию, что если социалистическое производство, непосредственно общественное производство, форма производства диаметрально противоположная товарному, то, соответственно, целью производства не может быть при социализме получение прибыли что-то диаметрально противоположное. Значит, как формулировалась цель производства социалистического, во второй программе партии это обеспечение полного благосостояния и всестороннее развитие всех членов общества вот давайте немножко ски разберем попытаемся разложить по полочкам хотят нас ассоциации не совсем правильно но может для популяризации изложения во первых речь идет о всех членах общества они какой-то части во вторых речь идет не просто удовлетворение максимально полом удовлетворение потребности обеспечение полного благосостояния и третье это всестороннее развитие всех членов общества вот иначе цель можно выразить в цель социализма выразить другим понятием это какая наша цель не наш ну да и наш эта цель построением бесклассового общества из такого общества где не будет деления на класс и класс и вот что получается здесь я очень сказать грубыми такими мазками сейчас попытаюсь сказать вот чтобы обеспечить полное благосостояние что нужно делать грубо строить заводы производить необходимую продукцию вот общество будет рассчитывать сколько нужно жилья для членов для всех членов общества сколько нужно будет школу построить больниц сколько продуктов питания произвести и так далее а как обеспечить всестороннее развитие построение сделать так чтобы не было деления общества на класс и не было деления общества по признакам класса это кто рабочий кто не рабочий управляемый управляющий не будет различий между городом между городами деревни какой главный кардинальный путь это сокращение рабочего дня с одной стороны если сокращается рабочий день то другой стороны что увеличивается свободное время вот именно то время которое обеспечивает или за счет которого возможно обеспечить всестороннее развитие всех членов общества то есть две вещи должно быть к делаться при социализме причем сразу с первого момента когда произошла пролетарская революция установлена диктатура пролетариата то есть это неуклонно сокращать рабочее время тем самым увеличить свободное время но и второе вторая сторона создавать условия для этого свободного всестороннего развития и строить дворцы культуры дворцы спорта и так далее и так далее подобное проводить соответствующую работу возвращаемся к нашей теме сокращение рабочего дня что будет означать то есть это вот генеральный путь для реализации цели социалистического производства сокращение означает сокращение затрат труда она обеспечивается за счет роста производительности труда вот и получается у нас такая сцепка слияния то есть самом теоретическом плане самой общей абстрактной постановки вопроса ска 10 минут назад мы говорили о том что непосредственно социалистическое непосредственно общественное производство должно базироваться на потребительной стоимости или если глубже на экономии труда и это согласуется с целью социалистического производства одно дело благие пожелания замечательная цель вот которую сейчас я озвучил социалистического производства есть у кого-то возражение против такой цели нет все согласны но одно дело вот так просто сказать давайте жить дружно все будет хорошо другой вопрос как это реализовать резовать просто цель она никак предвосхищение результата она не существует сама по себе она существует вместе со средствами реализации этой цели поэтому и реализация цели социалистического производства только только может происходить осуществляться за счет вот базируясь на этой искать фундаментальной экономической основе то есть на потребительной стоимости и экономии труда а если кто-то захочет попытаться внедрить производство противоположные установки а именно базируется на законе стоимости на стоимость на затратах труда к чему он придет неизбежно для начала пойдет сказать рост увеличения труда в принципе невозможно цель пропагандирует провозглашает сокращение затрат труда а в экономике будет внедрено такие экономические методы которые будут неизбежно подталкивать к росту затрат труда а экономика повторяя это базисное отношение и она приведет прямо противоположный результат и так это вот теоретическая идем дальше а а как вообще происходит строительство развития социализма я вам напомню был такой великий мыслитель георг вильгель фридрик гегель на который леса родоначальником диалектики вообще все творчество все наследие все исследования марса янгерса и ленина они базируются на диалектическом методе так вот самом конце третьем томе науки логики гегель говорил об абсолютной идее это единство теоретической идеи практической то есть это речь идет о том что индивиды люди они познают идею и претворяет ее жизнь я уж совсем по-простому говорю ведь что произошло 25 октября 17 года по старому стилю или 7 ноября по новому стилю произошла социалистическая революция была установлена нашей стране диктатура ральтариата но это сфере политической нас то есть рабочий класс взял власть свои руки а в экономике а в экономике был капитализм то есть было капиталистическое товарное производство и 26 октября 27 и в ноябре и в декабре был капитализм то есть была система товарного производства или в начале восемнадцатого года когда была осуществлена национализации в чем только части средств производства основных такой лозунг был пролетарское государство взяла свои руки командные высоты в экономике то есть были национализированы более крупные и более важные для экономики для страны предприятия началось строительство социалистического непосредственно общественного производства то есть на чем идет речь что социалистические производственные отношения не возникают недрах капитализма если совсем туда взглянуть феодализм вот капиталистические производственные отношения они возникают недрах феодализма буржуазии только осталось взять власть ну и немножко подтолкнуть развитие капитализма а действуем а здесь их надо строить ну вот этот вывод о том что социалистические экономические отношения не возникает недрах капитализма был сделан марксом а ленин как анализируя уже высшую последнюю ступень развития капитализма империализм внес некоторые уточнения туда это все правильно за исключением наиболее развитых форм капиталистических экономических отношений но как самый яркий пример это банковская система банковская система уже в условиях капитализма она является по сути органом общественного счетоводства масштабах всего общества и пролетарское государство может взять его готовим использовать целях развития строительства и развития социализма и вот здесь второй важный момент это первое второе что строительство социализма и развитие перерастания в полный коммунизм имеют две стадии первое это переходный период от капитализма коммунизм а второе развитие социализма на собственной коммунистической основе из движения полному коммунизм то есть социализм проходит следующие этапы переходный период затем первая фаза коммунизма собственно социализм и вот чем здесь отличие несущий важный момент переходный период в экономике присутствует так называемая многоукладность то есть когда существует коммунистический уклад созданный в ходе национализации да и строительства системы социалистического государственного планово-централизованного управления экономики и наряду с ним есть капиталистический уклад и мелкотоварный как база развития капитализма и между ними идет борьба борьба очень простая по принципу кто кого либо коммунизм победит эти уклады вытеснит их ходе этой экономической борьбы и станет целым непосредственно социалистическим непосредственно общественным производством либо наоборот возможно когда капиталистические мелкотоварные уклады победят коммунистический уклад если мы посмотрим скажем как развивается в сегодняшнем мире страны социализма там идет борьба за исключением корейской народной демократической республики в остальных странах остальные страны китайская народная республика куба вьетнам лаос находится переходном периоде там идет борьба укладов кто кого значит возвращаясь советской россии к ссср как шло строительство непосредственно общественного социалистического производства люди вот те наши предшественники великие предшественники партийные работники и ученые и практики организаторы социалистического производства вот они познали эту идею да и приступили к строительству социалистического производства социалистической системы управления тут у меня до недавнего времени было такое легковесное представление как это происходило вот собрались умные люди талантливые гениальные посидели может такой аудитории поспорили подискутировали решили давайте делать вот так так то наверное было с одной стороны а с другой стороны все это происходило в очень жесткой принципиальной бескомпромиссной борьбе внутри партийной оппозиции к тому времени это ко второй половине двадцатых годов сформировалась большевистской партийской оппозиции куда все попали бывшие зиновьцы и бурхаринцы и так далее и тому подобное а что происходило вот если взять просто посмотреть документы пленов и съездов российской коммунистической партии пришло бурное развитие коммунистического уклада вообще в целом экономики естественно это неизбежный процесс возникали противоречия обусловленные многими факторами и тем что первый раз жизни вас сказать во всем мире первый опыт строительства социалистического непосредственно общественного производства социализма в целом шире если брать держи хоть наличие укладов и прочее 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 так вот к середине до ко второй половине два двадцатых годов в экономике стали нарастать так называемые диспропорции колоссальные диспропорции во всех отношениях ну я думаю многие из вас слышали читали наиболее известна диспропорции ножницы цен ножницы цен между ценами на продукцию промышленного производства и сельскохозяйственного производства чем настолько обострились эти противоречия диспропорции что стал вопрос вообще существования социалистического государства и строительства социализма как его решать вот пожалуйста трасскийская позиция выглянула скотизе решать вот на основе как как развивать товарное производство на основе этих методов то есть повышать цены и так далее повышать налоги и так далее тогда искать большевистское ядро партии во главе составе видимо в ходе бессонных ночей искать споров дискуссий пришло к выводу что этот путь он невозможен он приведет к разрушению социализма еще не к строительству стали квадрату назад а что делать а надо взять стать на принципиально другую основу до снижать цены снижать надо цены и вот тут давайте раскручивать совместно цепочку вот если я задам вопрос любому из вас вы из-за повышения цены из-за снижения за все снижение скажут кто за то чтобы повышать цены даже условия капитализма понятно что повышение цен приведет к снижению жизненного уровня весьма одного желания значит надо выстроить всю систему экономических методов который бы работал на то чтобы цены цены снижались и цель если шире взять цель социалистического производства реализовывать потому что если мы пришли в эти годы или скажем начальнику цеха к рабочему за станок и скажем ты вот за эту цель тебе нравится цель социалистического производства повышать благосостояние обеспечить полное благосостояние свободное всестороннее развитие всех членов общества конечно за а как будет функционировать вот это многочисленная совокупность система методов планирование стимулирование регулирование экономики вот она должна вся эта система работать на эту цель значит возвращаемся значит вот было определено принципиально направление ну скажем чтобы сказать в двадцать седьмом году на сентябрьском пленуме цк вкпб снижение цен стал рассматриваться как центральное звено экономической работы а дальше что дальше снижение цен что себя представляет цена скажем социалистическом производстве что стоит за ценой цена это в товарном производстве а при социализме есть плановая цена хорошо давайте несколько отступим значит есть суть сущность которую мы сейчас попытались рассмотреть а есть поверхность экономических отношений их формы которых сущность является вот эта новая сущность непосредственно общественно она может и должна обязательно является как в новых формах так и в старых формах скажем понятие себестоимость его не было при капитализме при капитализме есть понятие издержки производства издержки производства то есть затраты капитала на производство товара а себестоимость это уже порождение социалистического производства это затраты непосредственно общественного труда но то же время есть и форма вот эти старые по названиям вот цена во первых не сна плановая цена более то я могу сказать существовали и так такое понятие как капитальные вложения буквально перевести это все-таки вложение капитала капитал это не было даже иногда говорят деньги есть и товар называли но только по названию мы должны за этими названиями попадаться увидеть сущность этого явления и так плановая цена в основе плановой цены лежит себестоимость затраты непосредственно общественно труда себестоимость значит чтобы снижаясь цены что нужно делать погодите вы не торопите по порядку давайте мы чтобы не переступать ступень если в основе плановой цены лежит себестоимость чтобы начналась совершенно верно снижать себестоимость а себестоимость это затраты непосредственно общественного труда на производство непосредственно общественных продуктов сюда включается затраты материальные и затраты на оплату труда рабочих нет это в товарном производстве нету переменного капитала в социалистическом производстве нет значит а чтобы снижать материальные затраты например это основную часть себестоимость что надо делать то что вы сказали путь один повышать производительность труда но есть такое понятие производительность труда и обратно трудоемкость более точно то есть рост производительности труда то есть проводить весь корпус огромных мер по строительству новых заводов по внедрению новой техники новых станков новых форм организации труда и обратно тогда что получается если будет расти производительность труда то тогда получается не просто по желанию нашего такое желание хорошей снижать цены появляется экономическая возможность базисная это дело потому что рост производительности труда означает что в единицу продукции будет тратиться меньше затрат труда соответственно себестоимость будет снижаться соответственно если снижается себестоимость появляется экономическая возможность снижать цены ну там были оптовые плановые цены розничная пропускать вот если вы историю читали помните что были периоды особенно после войны когда ежегодно производила снижение розничных цен почему она производилась это что вот такие добренькие члены полетбюро были или оси висурынович сталин тушил да нет экономическая возможность было но что росла производительность труда снижалась себестоимость снижались оптовые плановый цены и соответственно была возможность снижать розничные цены вот получается такая цепочка очень упрощенная то есть соответствие с познаваемые идеи теоретической идеи социалистическом непосредственно общественном производстве как форме производства диаметрально противоположной товарной который покоится на законе потребительной стоимости они законе стоимости в основе которой лежит снижение экономия труда они затраты труда и цель производства противоположных чебала построена создана система государственного планового централизованного управления социалистической экономикой в основе которой лежала вот снижение себестоимости за счет роста производительности труда но если посмотреть по документам тоже двадцать девятом году вышло постановление цк в кпб о реорганизации управления промышленностью делать черным по белому было написано что разница между заданной и фактической себестоимостью при непременном условии выполнения требований и качестве вырабатываемой продукции является основным показателем успешности работы предприятия то есть вот в ходе ожесточенный принципиальный бескомпромиссный внутри партийные борьбы с трасскийской оппозиции которая предполагала прямо противоположное партия в кпб встала на эту экономическую основание который является повторяя противоположным товарному производству вот это первый вывод но это одна часть стороны а есть другая сторона а как куда деться от этих вот товарных форм вы правильный вопрос задали совершенно правильный вопрос а давайте посмотрим опять вернемся к тому как вообще в жизни все развивается опять вернемся гегелю науки логики есть такие важнейшие понятия как снятие момент некоторые представления и вот они были в советское время из них потом родились вот эти предложения социалистическом товарном производстве тогда и тому подобное тут развитие идет узнать вот от одного к другому от обрубается топором ничего не остается никаких следов от того еще искать новое общество вышло но это полностью противоречит и жизни и диалетики которые наиболее полно отражает это развитие ведь откуда происходит произрастает социализм из капитализма можно так очень и огрубленно сказать сильно что капитализм является матерью социализма и что выходя вот выйдя из капитализма никаких ничего не остается вот все-таки стена на взяли топор все отрубили или пилой отрезали но нет конечно то есть социализм являясь или коммунизм точнее сказать являясь отрицанием капитализма на первой своей фазе внутри себя содержит вот это отрицание того общества который он вышел есть точные понятия точные категории которые отражают это состояние это момент мы должны вернуться сейчас с вами к самому началу науки логики где гегель пишет вот есть такое понятие одно исключение отрицание да вот капитализм ой коммунизм отрицает капитализм так мы с отрицанием везде сталкиваемся везде сказать это во всей жизни в природе в обществе и так далее но отрицать не значит сказать нет вот ленин сказать писала не не голое отрицание не зряшное а есть такое понятие снятие снятие два момента имеет себе первое это отрицание второе удержание совершенно правильно удержание то есть то что отрицается удерживается но но в качестве момента что такое моменты это два движения противоположные движения в одном вот это на один из ключевых теоретических моментов очень сложный как понимать соотношение скажем непосредственно общественного производства и товарности при социализме а товарность есть непосредственно общественном социалистическом производстве но как отрицательный момент не кусочек не частичка не элемент вот я учился в конце 70-х годов ленинградского государства государственном университете и вот сказать представители теории концепции товарно социалистического товарного производства всячески пытались изобразить туда мы за непосредственно общественный характер социалистического производства но где-то там глубине так глубоко что его не видно это вот такая и рисовали два кубика внизу кубик непосредственно общественное производство а верхний кубик этого то что на поверхность явления где экономические методы управления а это товарные или какие-то крапинки или кусочки если было так просто можно было взять какие-нибудь хирургические элементы аккуратненько так вырезать да вот это товарность противоположного непосредственно общественному характеру социалистического производства и куда-то выкинуть и так не получается вот в переходном периоде возвращаемся да существуют уклады кусочки вот здесь вот коммунистический уклад а здесь вот товарные уклады мелкотоварные либо капиталистические так какие какие экономические законы действуют мелкотоварным капиталистическом укладе товарные и категории здесь закон стоимости действует а в капиталистическом укладе закон прибавочной стоимости там эксплуатация говорится какая не есть она а когда коммунистический уклад вытеснил эти уклады сказать капиталистические мелкотоварные и стал целым куда делась товарность она в нем сидит но не как кусочек никак уклада как вот этот отрицательный момент вот сложная теоретическая постановка вопроса и решения но иначе быть нельзя то есть мы имеем что при социализме противоречие а как вы знаете что источник движения самодвижение любого общества все в природе и в обществе это противоречие так вот социалистическому производству внутренне присущие противоречия между непосредственно общественным характером производства и отрицательным моментом товарность раз есть противоречие есть есть стороны и соответственно две противоположные тенденции одна тенденция какая к углублению к развитию непосредственно общественного характера социалистического производства и преодоление момента товарности а противоположное есть конечно есть но если товарность присутствует она объективно присутствует непосредственно общественном социалистическом производстве есть противоположная тенденция какая к усилению момента товарности и к ослаблению непосредственно общественного характера социалистического производства и из момента товарность стремится чем стать целым целым товарным производством вот такая объективно противоречие она выражалась и в теории и в практике хозяйствами в теории как-то выражалось концепции социалистического товарного производства по-всякому я же не буду и производства особого рода товара и так далее тому подобное но что делали те теоретики рыночного социализма те кто проводили эту концепцию товарного производства при социализме они делали две вещи если обратили внимание в теории почитать их работы они разрывали неразрывную связь о чем мы в самом начале говорили между товарным производствами капиталистическим производством что капиталистическое производство это лишь ступень развития товарного производства вот они брали топор условно так рубили на две части вот капитализм это плохо капитала плохо выкидываем а закон стоимости мы хорошо товары это очень хорошо деньги ну тоже неплохо если вы знакомы с капиталом с логикой капитала там как идет до марс чего начинается элементарной клеточки капитализма товара затем расследуя внутреннее развитие противоречия товара выходит на деньги а из денег вырастает уже капитал вот капитал хорошо выкидывает а на вопросы которые задавали но если социалистические продукты товары то рабочий тогда который получил заработную плату на социалистическом предприятии пришел вроде как покупать товар таком что в обмен дает твой товар какой-то рабочая сила а если рабочая сила товар то что мы имеем капитализм вот на этот вопрос вообще не отвечать не отвечали все вот не товары а ко всем этим категориям товарного производства метод был очень простой приделывали прилагать на социалистический товар социалистический стоимость социалистическая прибыль тем более социалистическое все социалистическое вот в теории как было на практике мы пока рассматриваем период когда социализм был построен середина 30-х годов была построена искать развивалась система которая реализовывала глубинность к экономические основания система социалистического управления экономикой вот если посмотреть любой из вас может сказать а как же так вот вроде как существовала социалистическая прибыль до цены были вроде как продукты труда при социализме назывались товарами как здесь быть а очень просто более того если мы посмотрим но не будем брать военные годы как сказать особые после войны была восстановлена система экономического стимулирования коллективно сорок шестом году промышленности и все предприятия были разбиты словно на две части так вот для одной половинки в качестве главных фонда образующих показателей с которых образовывались директорский фонд фон примирования был показатель непосредственно снижение себестоимости вот снизили себестоимость настолько получи такой процент сверхпланово снизили еще дополнительно получи и использует на цели примирования решение каких-то социально культурных задач коллектива а для другой части предприятий вот этот показатель был социалистическая прибыль так вроде бы прибыль то это показатель с какие-то категории товарного производства нет мы имеем вот это поверхностное такое рассмотрение а если поглубже посмотреть было в несколько по-другому до образовывали именно от прибыли этот директорский фонд но было одно маленькое условие предприятие могло образовывать это директорский фонд фонд примирования от прибыли он рассчитывался арифметически если было выполнен план по снижению себестоимости вот чувствует диметрально противоположность об этом пишет в своей книге бывший как известность кати наш экономист зверев министр финансов ссср то есть все меняется по-другому выполнил показатель сказать план по снижению себестоимости пожалуйста сформирует прибыль не выполнил доход миллионные то миллиардные прибыли до ничего тени прибыли не дай ничего тем не будет а что произошло дальше то есть вот шла борьба теоретическая борьба и соответственно и в практике моя борьба а в теориях как вы знаете но я возвращаюсь сказать совсем назад вот есть базисное отношение экономически есть политическая настройка за после смерти сталина когда к власти пришла группа хрущева в парке была совершена политическая контрреволюция вместо диктатуры пролетариата мы искать сказать получили так называемое общенародное государство которого не бывает от по названию по сути диктатуры буржайзии и начался обратный переходный период от коммунизма капитализм а переходный период это когда вот экономика экономика еще она скажем продолжала функционировать на вот этих потребительностей мостных непосредственно общественных основах и удар по ней был нанесен 1965 году ходе так называемый экономической реформы ее называют по-разному там косыгинской либермановской что было сделано а все было поставлено с ног на голову вот эта основа экономическая снижение себестоимости выкинули и вместо себестоимости главными для деятельности социалистических предприятий промышленных предприятий сделали два показания прибыль и рентабельность но рентабельность прибыльность иначе говоря то есть что сделать если возвращаясь теории упор сделали вот на повторяю объективно присущий социалистическому непосредственно общественному производству момент товарности его поставили во главу угла значит что неизбежно должно было последовать и последовало а то что товарность из момента отрицательного момента получив вот эту поддержку да всяческую стремилась стать целым а целое то есть товарное производство или форма его кать высшая форма ступень развития капиталистическое производство то есть понадобилось порядка 25 лет когда социалистическое непосредственно общественное производство было окончательно разрушено при помощи государства на диктатуру буржуазии под названием общенародного и мы уже в начале 90-х годов получили в экономике развитое товарное производство развитое товарное производство как когда рабочая сила является товаром то есть капиталистическое производство вот что произошло есть какие выводы делаем вывод он очень простой значит социализм может базироваться только на адекватной экономической основе это социалистическое непосредственно общественное производство второй вывод всякие попытки развивать социализм на основе товарных инструментов методов как угодно называть неизбежно приведут и привели по факту нас капитализм а